Сейчас смотрю время такое, весна, апрель, вывозят все мусор. Кто-то уже вывез, кто-то еще нет. Мы уже говорили об этом, чтобы немножко разделение делали. Во-первых, мусор должен быть органический, неорганический. Куда его как утилизировать? Я считаю, что на мусорку надо свозить самый минимум. Остальное нужно использовать как пермакультура в своем хозяйстве. Закрытая экологическая система. Доски, говорят, там уже валяются. Там такие вещи, которые там быть совершенно не должны. Доски можно, ну, примените смекалку свою. Все же умные, грамотные. Куда, что делать? Дело в том, что я вывозил мусор. Кто-то вывез мусор, сбросил. Яма стоит рядом с брошенным нарядом. Понимаете? Кто это вывозил доски, потом ветки, на моем счете, на курсе лежат. Прямо рядом с ямой. Прямо рядом с ямой лежит. Я вчера тоже вывозил, обратил внимание. Там тяжело, ну, ребята, ну, бросьте дальше это в яму саму. Яму надо, все. Пакеты не надо. Ну, сильно далеко не надо. Потом близко все равно вы не подъедете. Потом трактором все ем, и все. Ну, кто бы поедет. У нас в вставе четко отмечено, что мы мусор выкидываем. Мы специально это отметили в середину ямы. Не надо его рядом бросать. У нас уже... Если на тракторе подъехал, он не бросит, если он вывалит. Ну, далеко понятно. Возьми руками эти мешки. Это прямо около ямы. Прямо свалено. Удивительно, как будто бы чужой человек это сделал. Ветки, трава, солома, что там еще есть, навоз. Ни в коем случае на мусорку не валить. Это все желательно использовать в своем хозяйстве. Или если не получается, никто не знает, ни компост не нужен никому, ни солома не нужна. Хотя здесь все огородники, я смотрю, все сейчас с теплицами огородом занимаются. Есть околки. Вывозите туда и ветки, там полынь или что-то есть. Там все благополучно, за пять, за десять лет перегниет. Да, куда-нибудь обохнули, чтобы с глаз долой, ветки на костер. Все используют. Доски на загородки для цыплят, накладывать тряпки. И те можно как-то, ну, придумайте, заложить там бурьян, где все растет, закрыть, чтобы не росло. Потому что у нас все покупное, все привозное, это все стоит денег. И так это выбрасывать. Не надо этого делать. Туда, ну, консервные банки, что там, да и то можно все применить. Там должен быть абсолютный минимум. Ничего там почти не должно быть. А там оно все попадет в мусор, шифер, гвозди, все что угодно, вместе с соломой. И там вот оно начинает гнить и вонять, и пакеты разносятся. У всех есть крематории дома, печки. Все это дома сжигается. Если кто не знает пока, как применить, участки у всех очень большие. Ну, в сторонку положение сегодня, завтра применишь. Сегодня мы доски выбрасываем, а завтра как бы привезти нам, купить. Подумайте. Все покупное. И железо так же самое. Железо сдавать можно, он есть кто сдает. Спаси Христос, Игорь Александрович. А теперь объявление. Дорогие сестры, наши бабушки, задержите ее, мамы, жены и дочки. Сегодня Православная Церковь отмечает праздник День Святых Жен Мироносец. Значит, это поистине настоящий женский праздник, который непридуманный. Он появился благодаря примеру этих прекрасных жен. Значит, от себя хотел пожелать вам любить Господа. Погромче говори. От себя хотел пожелать вам любить Господа и быть похожим, хотя бы стараться на этих жен Мироносец. Делая как они, Бог будет вас благословлять во всех ваших делах и во всем жизненном пути. Значит, от лица батюшки, который сегодня служит в Барнауле, от своего лица и от лица всех братьев, хотим принести слова благодарности вам за колоссальный труд в деле созидания нашей деревни. Вы учите, делаете праздники, значит, концерты музыкальные, готовите трапезы, убираете, лечите. Самое главное, обеспечивайте тыл нашим семьям. Вот, это очень важно, потому что никакая армия не может идти в наступление, если у нее не прикрыт тыл. Хорошо. Поэтому, низкий поклон вам за все. Значит, сейчас будет в конце еще общая фотка, не расходитесь. И сейчас каждый из братьев поздравит вас. Спасибо, Христос. Поздравляем! Низкий поклон! Да, соответственно, Маленько есть, ну что-то пасть будет. Маленько есть. 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 Маленько есть.